Министерство науки и высшего образования Российской Федерации опубликовало информацию о правилах въезда иностранных граждан на территорию страны. Все подробности далее. Возможность въезда на территорию России иностранные граждане имели и ранее. Однако новым решением правительства стало рекламентирование порядка межведомственного взаимодействия с иностранными студентами. Это распоряжение не дает каких-то новых оснований для въезда. Оно определяет то, какая последовательность взаимодействия между Министерством науки и высшего образования, Роспотребнадзором, Организацией высшего образования. Организация высшего образования студентам у нас складывается для того, чтобы эффективно организовать этот въезд с соблюдением всех необходимых оснований для безопасности и так далее. Согласно распоряжению правительства не менее чем за 10 дней до въезда на территорию Российской Федерации, студент должен проинформировать об этом свой университет. На сегодняшний день студенты могут приехать в Россию на учебу из 25 эпидемиологически благоприятных стран. Белоруссии, Армении, Индии, ОАЭ, Японии и других. С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте Минобранауки России. В свою очередь университет готов для принятия, у нас готовы наши общежития, у нас готовы специальные обсервационные пункты, потому что, вы знаете, у нас продолжает действовать порядок, в соответствии с которым студент за 3 дня до въезда на территорию Российской Федерации должен получить отрицательный тест ПЦР. Далее в течение 72 часов с момента нахождения на территорию Российской Федерации он должен получить повторный отрицательный тест ПЦР. И только после этого он имеет право доступа до очных занятий. Конечно, на протяжении всего этого периода он имеет право заниматься в режиме онлайн. Напомним, порядка 20% иностранных студентов продолжают обучаться в Казанском университете в дистанционном формате. Тимирхан Алишев отмечает, что это вынужденная мера, связанная с ухудшением эпидемиологической обстановки в некоторых странах. Однако университет готов принимать студентов по мере открытия границ. Актуальную информацию будет регулярно опубликовывать Роспотребнадзор. Ее будут доводить и университеты до обучающихся. Диана Желенкова, Ленарда Валитьяров, Универньюз.